Привет, профессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Гуглов и сегодня мы с вами посмотрим матч между командами Russian Pro и Standard. Это команды, которые считаются лидерами третьего дивизиона, находятся вверху туздневной таблицы и по большому счету возможно это матч за чемпионство в третьем дивизионе. Но, что можно сказать, сейчас мы тоже с вами соценили матч третьего дивизиона, видели уровень, который там показывали футболисты в прошлой игре, в прошлом выпуске бубновых разборок, посмотрите, если не соценили. Ну я вам скажу так, уровень, уровень третьего дивизиона, там тоже играли лидеры, тоже играли лидеры третьего дивизиона, да. Вот, и здесь, ну мы видим, картина достаточно схожая, но эти команды все-таки классом немножко повыше. Это сразу бросается в глаза, то что передачи, если идут неточные, да, но они все равно делаются как-то более нацелено, меньше сумбура в игре, да. Даже элементарно расположение футболистов по позициям, Миша, ну как делается, да. Более грамотно стоят, более грамотно открываются, но тут, конечно, офсайд. Конечно, офсайд, но Russian Pro шли, насколько я понимаю, на первом месте, вот, перед этой игрой, поэтому им очень важно тоже выиграть, чтобы подтвердить то, что это первое место не случайно, но игроки тут техничные, я видел, видишь, какой пас выдал, стоп, стоп. Игроки техничные, есть взаимопонимание, в отличие от той игры, которую мы смотрели в последний раз, да, тут взаимопонимание и есть. Сразу можно отметить то, что команды играют достаточно узко, и в атаке, и в нападении, в Russian Pro, и в нападении, и в обороне, да. Ну вот здесь, смотрите, они вдвоем набросились, да, на игрока Russian Pro, здесь надо было отнимать. Если вы, золотое правило, понимаешь, футбола и игры в центре поля, в опорной зоне, если вы сдваиваетесь, да, умрите, но не дайте передачу сделать, потому что иначе вы даете сопернику преимущество, которое может оказаться решающим, и вот это так оно и оказалось. Посмотри, посмотри, оп, ну вот здесь вот этот ошибся тоже. Ну, он ждал, чем дело закончится, да, он не мог предугадать, что то, что мяч останется у Russian Pro, да, ну, по большому счету, беги ты сюда, да, и уже, и уже вот здесь был бы, да, и уже здесь атака развивала бы совсем по-другому. Смотри, оп, ну тут, ну тут, видишь, как очень грамотно, очень грамотно он все-таки делает, да, то, что он сейчас побежал. И этот защитник вынужден, вынужден брать во внимание и то, что вот этот скиф может отдать мячик вот сюда, понимаешь, да, и то есть, и тем самым он освобождает поход здесь. Конечно, с точки зрения защитника, да, с точки зрения защитников, очень грамотно Russian Pro играют группы атаки, да, то есть этот плеймейкер здесь стоит, этот на нем, ну, а он между ними может проскочить, да, так что эти тоже должны быть внимательны, этот на нем, этот на нем, да, и этот на нем, а этот, знаешь, как неопределившаяся частица, там, не знает куда лететь, да, и в результате защитники могут запутаться, вот элементарно в такой момент, да, кому пойдет мяч, понимаешь, это очень серьезно, и они запутались, понимаешь, вот эту грубейшую ошибку допустил, грубейшую, так ошибаться нельзя, офсайда никакого не было, выход один на один, удар, но удар, конечно, это не серьезно, это не серьезно, ну, тут только если грубейшая была бы ошибка какая-то у вратаря, да, только в этом случае можно было бы здесь гол забить, а всех остальных, ну, ишь как, пускай лёгает, так вот, стоп. Ну, во-первых, да, голкипер грамотную позицию занимает, да, ну, и в то же время, в то же время, немножко, немножко, вот, попадаешь и запаздываешь. Здесь этот решил Лионель Месси, да, решил ближний угол пробить, ну, посильнее и наверняка, да, но если бы вот этот формат был бы немножко здесь, да, вот здесь был бы, да, все, понимаешь, он бы был дальний, а там вратарь, если даже достает, он не поймает же, правильно? Он отобьет, этот добьет, ну, видишь, как, вот удар пошел, ну, прямо в вратаря, это, конечно, большой, большой промах, большая ошибка, посмотрим, как угловые будут разыгрываться, ну, тут, видишь, с камерой проблемы, ну, камера очень хорошая, все видно, все, поле видно, да, ну, вот, видишь, долго-долго возятся, долго возятся, и, ну, лучше не правил было, то есть возились грамотно, возились незавязно, значит, ну, тут, конечно, тут, конечно, техника исполнить стандартных положений, да, ну, да, пошел, но, видишь, как, прямо в защитника, прямо в защитника, это, ну, то, что дали пробить, минус, да, ну, вот это на стандартных положениях надо работать, стандартный, значит, пас, ну, у стандарта пока в нападении не очень получается, потому что, потому что как-то вот грамотно пока Russian Pro играет большим количеством игроков на своей половине поля, да, и в то же время, в то же время резко вот эти игроки могут организовать атаку, видишь, контратака, перехват пошел, да, резко, резко, видишь, как они перехватили, даже дальний пас, да, ну, тут Леонель Месси ошибся, но даже дальний пас представил угрозу, потому что он точно был удар, а никуда попало, как это мы в прошлой игре видели, где две команды просто не понимали, что они на поле делают, да, и совершенно был брак сплошной, ну, вот здесь прессинг дает свои плоды, ну, тут, понимаешь, есть, все равно есть ошибки, да, и брак есть, я не могу сказать, что это хорошая игра по качеству, да, все равно качество невысокое, но просто на контрасте, на контрасте, между тем, что было недавно, да, то, что мы с отеля, это совершенно разный уровень, и меня это радует, эта игра больше, чем та, что была в последний раз. Ну, вот Russian Pro, где нас следует, переход хороший, из обороны в атаку, контратаку, даже, можно сказать, подача пошла, ну, тут защитники грамотно расположились, смотрите, подбор есть, игра вторым темпом есть, и уже в любом случае, хоть и счет не открыт, но моменты возникают, и это болельщикам нравится, потому что, когда команда не просто, понимаешь, одним, одинаково атакует, там, генуокер, пошел, хатч, трюк, хатч, трюк, показывал, штрафной, так, здесь вы нас, ну, видишь, стоп, вот уже ошибка. Так играть? Так играть. Просто нельзя, Леха, пускай, пускай, стоп. Вот смотри, вот смотри, да? Этот, этот, имеет, понимаешь, имеет хороший момент, да, для того, чтобы начать контратаку, ну, ты либо залупи, понимаешь, так далеко, что никто, вернее, знаешь, так далеко от профит, от мяча, да, то, чтобы никто не добежал, что он делает? Ну, куда ты даешь? Даешь, понимаешь, второй шанс. Второй шанс даешь атаковать, это ужас какой-то. Вот, и он недалеко выбивает, и он выбивает в такой ситуации мяч, да, где можно тут же нанести удар, потому что он сюда отдал, да, этот вот сюда отбежал, и все. И тут уже еще вот этот подключается, посмотрите, он по большому счету обрезал. И это, это уже, это же сентфильтр, да, это святой фильтр, наверное. Ну, ты посмотри, здесь один игрок стоит, его фильтр видит, но удалось этим отнять мяч, да, ну, ты посмотри, какой шанс был. Сейчас тут же контратака Russian Pro идет, ну, она идет, смотри, как у этих 5 человек, этих трое, да, ну, то есть тут, тут уже эта контратака, она глохнет, да, глохнет. Пас, 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 в итоге пошел в распасовочку, в Эдеберков сайд, вот так вот. Ну, стандартное положение выполняют футболисты. Стандарта, да, ну, стандарт должен на стандарте хорошо играть, подача классная, защитник ошибается. Удар. Ну, это просто кошмар. По баллоне это просто кошмар какой-то, я не знаю. Как так можно в футбол играть, подожди. Ну, ну, как? Так, я уже отмечал, да, ну, ладно, вы один раз дали пробить, да, второго раза быть не должно. Ни в коем случае, причем, смотри, да, это, это так свободно делается. Лега по три, стой. Пускай вот так. Смотри, да. Сколько человек? Раз, нет, шахтной, раз, два, три. Пять на три, да, ну, плюс вот эти вот тоже обостряют их, не будем сбрасываться счетов. Вот он, Галеодор, да, смотри, а, нет, не пять, там их больше было. Даже больше было. Вот эти вот люди, мне интересно, вот вы кого, вот эти три человека, да, вроде, получается, штрафной сейчас три на три стоят. Три на три стоят, а вы кого держите? Кого вы держите? Я не знаю, как так можно играть в обороне? Что это? Да, нет, это даже, знаешь, это не ошибка, это не умение, что ли, играть на стандартах. Ну, как вы их, вы у себя за спинами оставили троих соперников, понимаешь? Вы ваших бросили. Ну, тут вот смотрим дальше, да, вот как они, и они, они же еще убегают. Куда вы побежали? Вы что, мяча не видите, что ли? Ни мяча не видят, понимаешь, ни соперников не видят. Так нельзя в футбол играть. Это командная игра. Смотри дальше, оп, здесь ужас какой-то, они все побежали вперед куда-то. Куда вы бежите? Вот пастух, посмотри, это стадо барана, вот пастух у него, шапка пастущая. О, оп, принял, пробил, и смотри, до сих пор никого рядом с ним нет. Он еще раз бьет, если бы он сейчас бы не забил, да, ему бы дали еще раз добить. Понимаешь, в чем страшно? Стас, я не знаю, этот гол можно разбирать, нужно показывать людям, как нельзя играть. Куда вы, куда вы рванули, куда? На контратаку что ли, а вратаря зачем бросили? Ну вот и вынимайте, блин. Мы же не думали, что офсайд, но тут офсайда не было никакого. Подожди. Верни назад. Так, ну-ка. Давай, пускай, пускай. А, то он не бьет, ну, пусть бьет. Стоп. Ну, посмотри. Тут идеально, понимаешь, идеально сыграно, так, чтобы не было офсайда. Вот как раз-таки в этом промежутке этот ошибся. И вот, раз, принял, причем он не в касании бил, он принял. Здесь, ну, кратарю претензий нет, понимаешь. Ну, только то, что он упал, как мешок с картошкой, ну, это уже, это уже не претензия. Это, он, первый удар вратарь отбивает, да. Ну, а он, причем отбил в угол. Он отбил в угол. Но у этого были еще варианты, чтобы мог этому отдать, например. Да, раз, дал. И этот пустые ворота бы забил, понимаешь. Вот. Да, он сам исполнил, это пятерка, это никаких вопросов нет. Не по исполнению, не по мастерству на подальше. Ну, Russian Pro, вы видите, идет вперед. Да, Месси, вот тут, пожалуйста, выдает пас. Но это не Неймар, это кашек. Кашек, подача, удар в гол, Квадеберг. Выпрыгнул, да. Ну, тут, честно говоря, ситуация немного похожая. Стоп. Ну, вот опять же, то, что в Абарлодина сыграть не умеют, это я много раз говорил. Идет атака 3 в 4, да. 3 в 4. Ну, только у вас игроки должны быть все разоблады. И посмотри, да, опять. Опять не видят весь фронт атаки, да. Ну, вот что толку, то, что вы здесь четвером находитесь. Что толку, если у вас все открыты? И тогда уж идут, ну, держи этого, что ли, елки-палки. Подача идет. Тут с этого плана плохо видно. Тут надо сыры, смотреть. Потому что, потому что дилетантские фронты, да. Тут вот с таких фронтов надо следить. Месси пасует, вот, смотри, да. Во-первых, уже ошибка защитника, он его опередил. Да. Ха, дальше смотрят, да. Здесь вот двое. Ну, никто на него не смотрит, на ВД Берга, понимаешь? Что-то он на 10. Этого вообще не держат. Там уже было перевод делать сюда. Он бьет, коса не забивает. Ну, это ладно. Смотри, пошла подача. Пошла подача. Этот один. Против этого играет, да. Я вот здесь вот, у Бесского, да, этого. Рука-лицо было бы, как говорится. Вот ты куда побежал? Куда ты побежал? Куда ты бросил ВД Берга? Ты своего бросил игрока, понимаешь? И эти барашки тоже. Ёлки-балки. Куда вы втроё побежали на одного? Вы этих разбирайте, вы. Ты уже видишь, что ты тут уже не закроешь и ничем не поможешь, понимаешь, да? И этот вообще непонятно. Ну, он ладно, может быть, на какой-то атаку расчёте, да? Ну, тут надо немножко, немножко даже раньше посмотреть, как динамика их движения, да? Динамика движения защитников. Вот, видишь, да? Ну, иди по центру. То, что они на фланге, это не опасно. Смотри. Вот. Куда? Этот. За Месси, знаешь, здесь вообще ничего опасного нету. В окружении пятерых находится, понимаешь? Всё. Вот эти куда побежали? Куда вдвоём побежали? Один отнимает. Эту атаку было легко остановить вот здесь. Когда он один оказался в окружении пятерых, да? Ха-ха. И никто даже... Вот сейчас его атаковать надо, потому что даже если он отдаст, понимаешь, ему, во-первых, отдать сейчас некому, да, на обострение. Он на обострение и не даст. Понимаешь? А тут и сейчас, знаешь, даже подкатывать кто-нибудь, да, или встретить. А никто не стучит. Все от него убегают. Защитник должен идти встречать нападающего, вообще не убегать от него. Куда вы побежали? Втвоём все. Ну, двое бегите, зоны закрывайте, один встречает. А тут, смотри, они разбегаются, понимаешь, в разные стороны. Месси с мечом, понимаешь, да? И что? Вот этот уже начал стычать, да, ну. Знаешь? Оп. И он уже... Оп! И не попал. А тут уже он из окружения вышел. И в итоге все вот эти вот в дураках остались. Правильно? Правильно. Ну, так дальше смотрим. Все на мяч. Ну, хоть кто-нибудь. Ну, вот ты с ним играй поплотнее, понимаешь? Смотри, этот, куда ты побежал? Вот этот, куда побежал? Куда ты бежишь? Ты тогда этого сопровождая, этот выходит на этого, да? Что мы видим? Этот пошёл на этого. Этот сопровождая. Куда ты-то бежишь? Куда ты бежишь? Ты там не поможешь, понимаешь? Беги в центр. Закрывай центр. Кого ты держишь, блядь? Ёлки-палки. Элементарная ошибка. Вот не видят. Он же не смотрит сюда, да? Он туда смотрит. Там мяч, понимаешь? Это дворовой футбол. Вот там тоже мяч видят. За мячом бегут. Вот сюда надо было рвать, понимаешь? Сюда. Но он сюда не порвал. В итоге, смотри, два человека из-за вашего пола. Остались против одного игрока стандартных. Так в защите не играют, да? В результате, посмотри, да, посмотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Семь человек. Семь человек. Семь, против четверых, да, они не в состоянии разобраться. Причем этот свободный стоит. Здесь двое, понимаешь? Этот подачу выполнил, ему дали подачу. Как так? Ты кого держишь? Ты кого держишь? Ты кого держишь? Это, это вот... Я не знаю, как так можно. Как так можно в защите играть? Тут просто даже не индивидуальные ошибки какие-то, да? Тут просто несогласованность, неорганизованность, да? И вот, как следствие, вы получаете гол. Вот так. Этого одного бросили несчастного. Да, тут там, зато куча игроков, понимаешь, стоят и стоят и ничего не делают. Шо вы-то, шо вы пришли в штрафную? Если у вас все соперники, понимаешь, свободные бегают и творят, что хотят. На кураже Russian Pro пытаются закрепить успех. Ну, вот, у них центр поля, в принципе, они контролируют. У них процент брака в передачах ниже, хотя тоже есть. Но, видишь, как соперники допускают серьезные ошибки. Ну, и тут, в принципе, и Russian Pro, в общем-то, похвалить не за что, потому что много брака, невынужденного брака в передачах. Вот, ну, в принципе, в принципе, вот, видно, что команда дорожит мечом, в любом случае, да? То, что мы видели просто, в прошлый раз, да, там не было даже более трех передач по ДР. Вот, здесь это все есть. То есть, здесь вроде бы игра какая-то есть, да? Но, вот, видишь, чего-то не хватает. Не хватает организованности. Что касается стандарта, то тоже, в принципе, команды по силам видно, что они равны. Хотя Russian Pro лучше играет в контроль. Это видно вот на протяжении последних минут, да? То, что эта команда любит находиться с мечом. И это хороший игровой стиль. Если только вот катанием яиц не заниматься, да, как Харьево какое-то дело в спортаке. Ну, вот, если играть, знаешь, на чужой половине поля в контроле, это здорово. Но, когда идет контроль, значит, не контроль, а каталово. Каталово. Вот, каталово я не люблю, потому что это не футбол, это антифутбол, да? А стандарт лучше играть на контратаках. Вижу, пароход. Ну, тут обезвредили защитника грамотно. Ну, и стоп. Стоп. Ну, вот сейчас, вот сейчас, вы видели, да? Группейшая ошибка. Вот здесь обезвредили, да? Обезвредили. Что делает? Что он делает? Вот, 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 со шкука возможностей можно отдать пас. Вот туда, вот туда на ход дал, и все, понимаешь? Он что делает? Ну, да. А этот предвидел. Видишь? Это очевидный вариант. Он предвидел это. Ну, тут опять же, знаешь, много игроков впереди, поэтому нужно в такой ситуации, да? Ну, в принципе, я не могу сказать, что ошибся, что ошибся защитник, да? Который, вот, 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 вот этот защитник, что он ошибся. Этот видел, да, вариант уже, куда, куда вот он может отдать, да? И он решил придух отдать. В принципе, видя то, видя то, что он бежит туда, мчится, да? Ну, ты останови. Отдай вот этого. Ну, это, видишь, это не от недостатка мастерства, скорее, видишь? Он уже сделал, тут надо ложное движение, надо отменять, надо давать вот этому. И тогда контратака полетит, понимаешь? Ну, видишь, ошибся, да, ошибся. В результате мячом завладели соперники, правда, удалось отнять, то, видишь, опять ошибка, то есть мяч отнял и тут же подарил сопернику. Это уже пас вперед, да, ну, здесь Вадебергу не удалось зацепиться за этот мяч, ну, там офсайд уже был в любом случае. Вот, вопрос-то, вопрос-то в том, что командам частенько не хватает точности, обдуманности в принятиях решений, вот, защитник центральный, что делает. Ну, куда ты на угловой выбиваешь, блин? Ладно, перерыв, да, на так это был бы угловой, это был бы шанс для соперников. Ну, видно, что точно способ у Russian Pro выше, да, 72% у этих 64, ну, 64 никуда не годится показатель. Видно, что Russian Pro лучше играет в атаке, да, но до опасных ударов они дело не доводят, да, только один раз, ну, два раза у них получилось, да, выйти на ударную позицию и пробить. Один раз гол забили, другой асфор вратаря шарахнули. Вот, но у Russian Pro грубейшие бывают ошибки в обороне, мы уже это поанализировали, да, потому что на ровном месте могут привести себе гол. Посмотрим, что будет во втором тайме. Второй тайм пошел, энкор чудеса финтов показывает, соответственно, он просто обходит всех. Всех обходит. Как так можно в защите играть? Вот он, молодец, снова подключился, снова чабан этот, джинвокер, пас, удар, штанга, еще один удар. Я уже как раз об этом и говорил перед перелывом, да, то, что в обороне, в обороне ошибки просто из ничего, да, и снова ему гол забивают. Обратите внимание, с добивания гол забивают. Второй мяч в игре с добивания. Это ужас, это стыдно. Вот здесь вратаря жалко больше всего, да, потому что он, ну, в первом случае он выгручил сейчас перекладину, но он не в этом суть, да, защиты нет вообще. То есть они решили, а мы не будем защищаться, что ли, и смотри, сколько игроков штрафной, да, 4, 4 соперника штрафной. Вот ты, елки-палки, елки-палки. Ну, видимо, ворота пошел спасать своим животом, да. Ну, тут, во-первых, все-все началось. Давай посмотрим немножко пораньше, чтобы ситуацию оценить, да. Так. Вот так. Опять же, отмечаю то, что кучно играет во оборудовании Russian Pro. Но при этом на противоположном фланге никого нет. Сюда классный футболист бы сделал перевод, да, и они бы уже не успели, был бы выход 1 на 1. Ну, классных футболистов, видимо, в третьем дивизионе нет, так что бояться нечего, ну, вот, пас пошел. Пас пошел мимо защитников. Одним пасом минус 3, минус 3 защитника, выход 2 в 2. Нормально, нормально. Шикарно, я бодашка. Смотри, пошел, и он не выключился из-за борьбы. Обратите внимание. Вот он бежит. Так а вы куда? Ёлки-палки. Вот это я не люблю больше всего. Куда вы втроем за одним рванули? Вот ты иди на перевес, понимаешь? Ну, ведь он же тоже опасен. Он же, понимаешь, он в эпизоде участвует. А они этого не понимают. Они все бегут за ним. За ним бегут, понимаешь? Вот не чтобы к этому поближе смещаться. Смотрим дальше. Ну, вот сейчас, да? Ну, вот сейчас. Вот эти вот 2 сантиметра, да, которые он засветил, да? Вот эти бегут, понимаешь? Неуклюже пешеходы по лужам. Оп, и не добежал. И не хватило. Сантиметров не хватило, понимаешь, да? Вот. И потом, и потом, да. Вот этот тоже. Защитник ворлот. Куда ты встал, ворлота? Тут все уже. Пеши пропало, понимаешь, да? Вместо того, чтобы офсайду мешать, да? По большому счету, он помешал офсайду. Куда ты забежал, ворлота? Ну, тут бы тебе, ну, забили бы тебе сейчас в голову. Ну и что? Ты бы уже все равно не помог бы и не вынес этот мяч, да? Ну, подожди. Ворлота уже все, отыграл. Если бы он тут не стоял, был бы офсайд. И в итоге, сейчас бы судья свистнул, бы свисток подал и все. Ну, нет, видишь? Дали добить. Дали добить. Никто даже не подумал о том, что игрок может быть... Вот он. Его никто даже не держит, понимаешь? О его существовании даже не знают, понимаешь, да? И если он нет, только игрок с мячом у нас существует. Больше нету игроков на поле. Видишь? И к нему даже не бежит никто. Никто даже подумать не может головой, да? То, что он тоже опасен. Он один находится. Опять провал полнейшего в обороне. Ну, этот передачу на него перекрывал, да? Ну, сейчас-то. А гипотетически можно же предположить, что вратарь отобьет, да? Кому он отобьет? Он ему отобьет, он забьет. Вратарь один касается. Вот этот защитник ворот, да, лучше... Ну-ка, подожди, вернем. Сейчас мы посмотрим, как оранжевый будет играть. И где он вообще располагал. Вот он здесь располагается, да? Но вот, по большому счету, это его игрок и есть. Вот. Ну, иди! Ну, он, понимаешь, он тоже не может бросить. Потому что если... Если он... В принципе, он правильно играет, но надо чуть-чуть поближе к этому было действовать, да? Он его перекрывает, но... Если даже сейчас бы прошел пас, ты просто бы не успел, повез к нему. Вот и все. Вся разница. Ну вот. Все! Куда ты... Куда ты летишь? Куда ты летишь? Ты ворота не спасешь. Я тебе говорю... Тут, знаешь, лучше бы... Ну, здесь все опознали, да, опять же. Опять же, защита запаздывает по страшному. Ну, вот, этот отыгранный уже... Вот, побежал. Но он по инерции уже бежит. Остановиться не смог. Вот этот тоже... Прервал бы, больше не было. Череда нелепых случайностей, как итог, вот, пожалуйста. Это... И это закономерно уже. Понимаешь, когда один раз тебе забивают с добивания, да, это одно. А когда тебе уже постоянно забивают с добивания, это уже надо за голову хвататься. И, смотрите, а почему, что, как получается. И это какой-то ужас. Ну, дальше, смотрите, естественно, Russian Pro. Russian Pro. Так. Russian Pro. Ну, елки-палки. Ну, что это за... Что это за... Ну, сейчас хорошо, сейчас они хорошо от защищали. Тут же перехват. То есть, вот, эти ошибки я уже отмечал. Понимаешь, то, что они не могут выйти из обороны, да, вот, вроде отобрал и тут же потерял. А это очень опасно, потому что, смотри, вот, сейчас, секунда, да, сейчас секунда, в пользу вашим словом. Вот. А в предыдущем эпизоде, в предыдущем эпизоде, там, кошмар. Так что... Так что это ужас. Вот. Вроде вот идет перехват, но сейчас уже ладно. Сейчас посмотрим, как Russian Pro будет отыгрываться. Они как? Раз и по сопернику. То есть, уже они нервничают. Сам же видно, да, то, что после пропущенного гола не могут собраться. Нервничают. Это тоже бывает. Видишь, как классная, действительно, команда. Их не смущает, потому что они пропустили гол, там, забили гол. Они как играли, так по своей линии играют. А тут видно, что игра расклеилась, в первом тайме у них получалось играть в контроль, получалось, понимаешь, мяч держать, контролировать, как-то держать соперников в напряжении. А сейчас у них проблема. А сейчас у них, понимаешь, вот, переходите в контроль атаку. АП! Стоп! Лехас! Ну, сейчас досмотрим, хорошо, защитник успел в последний момент подстраховать, но, видишь, да, видишь, вот, ничто, ничто беды не предвещает. Ошибки не вынуждены! Дальше, вот, так, пускай, пускай, ну, вот, перед тобой вариантов куча, вот это ему отдай, он дальше отдаст, ты можешь на контр-атаку, вот, он ему отдал, да, все, а его тут же в коробочку берут. Ну, здесь нужно немножко, немножко голову включать, да, и понимать, как ты должен действовать. Но, с другой стороны, очень гработный прессинг в исполнении стандарта. Они ведут все, но они прессингуют так, как будто им надо забивать еще. Вот. Этот там ускоряется, но этот опять, видишь, он решение поменять не может, латын. А он, он, у него и не было решения почти. Его здорово встретил, здорово встретил соперник, и смотри, раз. Выход, пожалуйста. Выход, три в одного, по большому счету, получает, ну, в двух, хорошо, но они все отыграны. Вот это, да, тоже, ну, что ты не стал, и не туда, и не сюда, понимаешь, вот это проблема, раз. И в итоге, смотри, одним пасом, одним пасом обрезается вся защита. Вся защита обрезается. Ну, вот ты, опять этот защитник ворон, да, он офсайт, офсайт не может делать, поэтому все этим пользуются, да. Вот, чутья не хватает немножечко. Но, сделайте линию, линию сделайте, все, и этому давать некуда будет. Нет, этот бежит, блин. Эти-то грамотно побежали, понимаешь, этот бежит, блин. Куда ты бежишь? Ты ничего не сделаешь. Ты своего лучше бери, понимаешь? Вот у тебя твой. Что ты, куда, вот, куда ты бежишь, блин. Ты глаза немножко... А почему? Потому что дворовой футбол, он мяч видит, а больше ничего не видит. Вокруг нету больше ничего. Ну вот. И летит, посмотри, куда ты летишь? Ну, ты не успеешь к нему, даже телепортироваться не успеешь. Ладно, вот там, нашелся человек, да, в подкате выбил, но это очень рискованно. Тут можно было и пенальти заработать, красную каточку, и все, что угодно, да. А все потому, что нет организованности в обороне. Вот, пожалуйста, нет организованности в обороне. Ну, ладно, в этот раз обошлось. Но это мог быть счет 3-1 запросто. Запросто! Момент просто выдающийся. Это ужас. Дальше. Энкор пошел. Нет, конечно, ужас. Снова, снова. Разлазилась игра, явно видно у Russian Pro. Ну, вот, контратака, шанс. Да, ВД Берг отдает, он хороший плеймейкер. Ну, видишь, стоп, стоп. Почему не получилось, да? Потому что сейчас вроде контратака, да, они не знают, что с мячом делать. Простейшая ситуация, сейчас тоже разберем, да. Нет обострения никакого. Вот, смотри, выход, да. Казалось бы, бегите там, рубите пятые точки и убегайте. 4 в 5. Ну, это, в принципе, довольно-таки остро может получиться, если игроки остро. Ну, вот, Кашик. Ну, Кашик рассчитывал на то, что его вот этот защитник ворот поддерживает, да, Миклуша. Ну, Миклуша, Баклуша бьет, понимаешь. Он поразевал в момент подключения. В результате Кашик. Ну, куда ты бежишь, Кашик, в центр? Ты же видишь, что он не успевает, что его тут, если он даже добежит, давай сейчас добежать, да. Ну, куда ты? Ты либо уж тогда давай верхом вот на этого, да. Либо сам иди по флангу в расчете на подачу, на то, что там получится замкнуть. Но этого нет, он-то нет. Он бежит в центр. Куда ты в центр бежишь? Этот партнер бедный, он не понимает, что ему делать надо, понимаешь, да. Этот бежит в центр. Так, ладно. Ну, этот бежит, Миклуша опять. Ёлки-палки, что ты творишь? Ну, ты иди беги тогда по флангу. Он что, в центр ушел? Он поддержку ждет. Нет, встал, понимаешь, как ковр. А-а-а, я вот здесь буду бегать, да. Молодец. И этот тут прыжки через костер устраивает. Тоже красавец. Что вы творите? Два нападающих нет, чтобы разбегаться, понимаешь, чтобы свободные зоны искать. Они бегут друг к другу, как будто сто лет не видели. Я вообще, я в шоке от такой атаке. То есть команда уже разобранная, в разобранном состоянии. Потому что, а-а-а, три касания, латып. Сколько тебе надо касаний, чтобы мяч обработать? Тут я уже его не виню, потому что его уже подключают. Куда попало, дают. И говорят, на, делай что-нибудь. А он не знает, что делать. Тут не к какому-то конкретному игроку претензия ко всем. В расчете только сейчас на удачу уже наш МБРО играет. В этом втором тайме. То, что они быстрый гол пропустили в начале. Они шокированы. Они в шоке пребывают. Ну вот сейчас, видишь, есть возможность. Но они, как-то, знаешь, мяч получил и назад. Мяч получил. Контр-атака, вперед. Все время вперед должно идти. А, оп, чуть-чуть вперед, и там тут же потери. Ладно, у этих сейчас травм случилось, да? Поэтому немножечко, немножечко здесь есть проблема. Acer, Telecom, подача, прием. Еще одна подача, понимаешь? Кобра 37. Это в честь Игоряна. Сделался 37. Ну, вот так. Еще одна. И смотри, опять ошибка на ровном месте. Ладно, сейчас защитник успел подстраховать. Да, успел. Все, вернул. Но, видишь, как проблема есть. Все в нападении ставят Russian Pro. Ну, а кто у вас в нападении, если вы не можете, не можете просто сориентироваться, понимаешь, там, в этом нападении? Пас пошел. Ну, вот куда опять он пошел? Команда торопится, спешит, спешит. Из-за этого все ошибки возникают. Вроде перехват есть, переход есть, но, понимаешь, нет. Вот сейчас обостыение пошло. Давай. Оп. И не туда. Даже у Веденберга игра не идет. А если у него игра не идет, то у Russian Pro большие проблемы и неприятности. Вот стандартное положение, да? Очень важно грамотно разыграть. Чтобы... Ну, вот, видишь, елки-палки. Даже стандартное положение. У них настолько сейчас все плохо, что они не могут разыграть угловой. В итоге до удара дело довели. Ну, видишь как? Добить не дают. То есть, эти своего вратаря не бросили на настязание. Стандартное имею ввиду. Потому что... Потому что... Кошмар какой-то. Смотри, пас. Стоп. Веденберг вьет уже на удачу. Здесь, хотя провалилась тоже оборона стандарта. Потому что вот эти два человека... Кого вы держите? Что вы делаете? Непонятно. То есть, одни не успевают. За соперниками, очевидно, да? Вот пошел удар. Пошел удар. Да? Вот. Этот пошел добивать. Но его тут же берут, понимаете? Его тут же берут. Это похоже на первый угол стандарта. Тут такой же момент. Но тут позиция не очень ударная, да? В принципе, уже шаг отчаяния в исполнении Russian Pro. Конечно, если бы Russian Pro вел в счете, да? Я уверен, что он не стал бы бить. Что он бы попытался обыграть его, да? Но сейчас он уже просто настолько измотан морально, да? Что он пытается бить. Но, видишь, хоть и контроль мяча формальный есть. Но обострение получается с большим трудом. И обострение получается с потерями. С потерями. А где торопятся, там теряют, да? Но тут же, видишь, еще один шанс. Штрафной. Ну, тут уже со стандарта же первый угол пришел. Вот сейчас посмотрим. Все в обороне, естественно, у стандарта. Так. Миклуха подает. Миклуха, точнее. Ну, куда, куда, куда. Нет, а не Миклуха подает. Родекс, SPB. Хороший. Миклуха, это у нас защитник ворот. Возле ворот всегда находится. А в сайде не дает дело. Ну, этот уже вынес. Медленно, лениво. Две минутки добавили там в судьи. Ну, за две минуты, знаешь, Фергюсон мог о Лигу чемпиона выиграть. При таком он стороне сегодня. Ну, вот Миклуха выбросил. Здесь зацепиться, забороться. Вот, все что ли. Все. Даже толком навала организовать не получилось. Ну, все, почему? Потому что команды примерно одинаковые по классу. Но, в принципе, в принципе, возможно, именно психологически. Расклеились игроки Russian Pro в начале второго тайма. У них перестало получаться нападение. Они начали ошибаться. Ну, и вот этот результат, он, в принципе, показательный. Хотя, по владению мечом, видишь, да, Russian Pro. По ударам Russian Pro точно способны же Russian Pro. По технико-тактическим действиям полное превосходство. И создается впечатление, что они лучше играли, им там не повезло. Но, на деле, оказывается, уже совсем не так. То есть, стандарт более качественно использовал. Именно в атаке выглядел более качественно. В Russian Pro в атаке порой не знали даже, что делать. Вот у них это переломилось. Если первый тайм был за Russian Pro, во втором стандарт сыграл все как надо. Тут нам показывают индивидуальную статистику. Ну, я сразу общую покажу. Подожди. Подожди. Так, стоп. Ну, куда-то, ёпки-пал. Пораньше, да, мне пораньше. Так, это на вес, это тоже немножко не то. Сейчас. Посмотрим. Так, во-первых, оценки. Вдберг гол забил хорош на кашек. Написано, что хорош. Ну, уж какая расстановка, естественно. Поэтому они на фланге и не бегут. Но, видишь, как вот из-за этой тактики они проиграли. По большому счету в атаке не знали, что делать. Так, пасы, внимание. Видно, что Вдберг, кашек, да, они хорошо с пасами. Ну, что у Цент-Х4 кач, блин. Что это? Провальный матч абсолютно по пасам даже. Ну, и Джава Бланкос тоже. Большие проблемы в передаче. Лакер, 11-18. Пацан Брака большой. No skill, just luck, как говорится. Да, дальше финты завершённые. Ну, финтёры, тут все великие финтёры. Конечно, это говорит о том, что... Именно с передачами трудностей. То есть, игроки друг друга не совсем понимают. По отборам тут... Смотри, ничего. Никто не отбирал мячей. Ну что, куда вы так порабатываете? Надо же внимательно следить за соперниками. Вот так, подожди. Ещё раз смотрим. Ну, кошмар. Даже не успе... Ну, так быстро зачем листать там? Немножко... Хоть секунду мне дайте проанализировать. Какие там у них пасы. Ну, не успеваю. Ну, я не успеваю посмотреть. Посчитать технико-тактические действия. То есть, арашн-про, они расстроены поражением. Настолько, что даже не могут... Понимаешь, где надо, паузу выждать. И посмотреть, показать, да, статистику соперника. Ну, ничего страшного. В общем-то, это не моя проблема. Да, это уже проблема исключительно. Гороков Russian Pro, на месте которых я бы немножко с незвисками на душу подделал. Потому что очень важно во время матча оставаться хатнокровным. Это легко, конечно, рассуждать. И понятно, что многим хочется там геймпад выбросить в окошко, да, когда пропускают. Ну, и здесь, понимаешь, не было такого критичного, не было критичной разницы в уровне. Да, я бы не сказал, что стандарту прям повезло, повезло. Там не было везения, там были грубые ошибки в обороне, которые надо исправлять. И тогда, естественно, команда проигрывать не будет. Ну, и плюс ко всему, нужно сохранять умение владеть мячом на протяжении всей игры. А не только, когда ты там ведешь счеты или когда счет тебя устраивает. Так что, в принципе, ну, этот матч на порядок выше по классу, чем предыдущий, да. Но все-таки, все-таки командам нужно прогрессировать, чтобы успешно выступать в более высоких дивизионах, куда они с большой долей галатности выйдут. Всем спасибо за просмотр, удачи и до свидания.